И снова добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаем, у нас сейчас прямо в прямом эфире программа «Израиль и лица» из хайфской студии «Оазис Медиа». И в гостях у нас Дмитрий Лютаревич, старейшина общины Шивейцион, наш добрый друг, и он отвечает на вопросы, поступающие от вас. Так что вы можете прямо в Фейсбуке или в Ютьюбе, там, где вы смотрите, задавать эти вопросы. Они будут перенаправляться режиссерами эфира мне сюда на планшет, и мы их будем озвучивать. В первую очередь те, которые вы задаете сегодня. Ну, а так у нас есть хороший запас вопросов по предыдущим темам. И вот один из таких вопросов, я знаю, что тот, кто его задал, сейчас нас смотрит, напоминает, чтобы мы не забыли о нем. Итак, вопрос такой. Если я не ошибаюсь, то вот это он. Какая логика в искуплении невинной кровью? Я читал много разных статей, но нигде не встречал логичного объяснения, каким образом кровь невинного животного, или в нашем случае уже самого Ешуа Машеха, смогла изменить наши отношения с Творцом. Апостол Павел, Раф Шауль, употребляя термины «выкупил», «заплатил», «кому заплатил», «кто принял эту плату», «как кровь невинного смогла умилостивить Бога, который есть и так любовь». В иврите наблюдается очень глубинная и непонятная для меня связь человека, Адам на иврите, взят из Адама земля, в нем течет кровь, на иврите «дам», а плата, если я не ошибаюсь, пишет телезритель, «дамим». То есть опять явно проводимая какая-то связь Адама, Адам, Дам, Дамим. И еще правда ли, что последний возглас Христа Машеха на кресте свершилось, можно было бы перевести как «уплачено». Если да, то как это звучит на арамейском или иврите? Вот такой вот длинный, большой вопрос. Серьезный вопрос, очень глубокий вопрос. Ну, естественно, надо разделить, потому что там сразу несколько вопросов. Но думаю, что надо, чтобы понять этот вопрос насчет искупления, оплаты, уплаты греха за грех, искупления через кровь. То есть мы не можем рассматривать это, если мы не рассматриваем это из корня. То есть весь корень — это Тора. Я думаю, что мы разобьем это на две части. В русском языке мы читаем слово «искупил» или иногда оно переводится как «заплатил». В иврите для каждого такого слова есть свое специфическое выражение, свое специфическое слово. И употребляется три вида таких вот выражений. Первое — это когда идет речь о искуплении кровью. Это называется «копора» или «кипер». Отсюда «йом-ки-пур», да? Да, от слова же тот же «йом-ки-пур». Это именно на «йом-ки-пур» и происходило. Другое слово — это «гааль» или от слова «гоэль» — это «избавитель» или «освободитель». То есть когда от чего-то избавляют или освобождают. И третье слово, которое используется в иврите — это слово «пада». «Пада» — это «выкупить», то есть заплатить какую-то цену, чтобы человек получил свободу. В русском языке оно все смешано. То есть когда мы читаем на русском, мы не всегда понимаем именно о чем идет речь. И чтобы понять это, мы это разобьем, как я сказал, на несколько частей. Вначале я хочу поговорить о искуплении кровью. Откуда это берется? Почему и каким образом кровь она искупляла грех? То есть все заповеди, которые мы начинаем понимать, они происходят с того момента, когда Израиль получил Тору на горе Синай. И Господь дает им определенные предписания. И, например, в Левит, по-моему, 17 глава, 11 стих, если я не ошибаюсь, там речь идет о том, что нельзя есть животное с кровью. И Господь там говорит, что потому что душа, тело в крови, и Он говорит, и Я дал вам ее на жертвенники для искупления. То есть для того, чтобы искуплять ваши грехи, для того, чтобы человек мог через пролитие крови получить прощение грехов. И на этом было основано все жертвоприношение, которое проходилось. То есть человек своего рода, когда Бог его создал, он стоял прямо. И каждый раз, когда он согрешал, он падал. Чтобы его восстановить, привести его обратно в баланс, человек должен был принести жертву. Жертву животного, который без порока, невинной жертвы. Его кровь, когда проливалась, тем самым человек стабилизировался и становился обратно в свое положение. То есть вот эта вот кровь, она искупляла грех. Но слово искупление, оно здесь не совсем правильно. На иврите оно переводится как покрытие. То есть этот грех, он покрывался. То есть когда человек что-то сделал, он становился грешным, потому что он ослушался определенное предписание Божье. И когда он приносил жертву, то кровь этого быка или теленка, или еще кого, она просто покрывала его грех. То есть Господь смотрел, и он видел, что кровью этот грех покрытый. И он как бы не замечал греха человека. Важно также понять, что само слово жертва, от слова корбан, оно также имеет определенное значение. То есть это не просто, когда человек что-то жертвовал. Оно говорило о том, что человек, когда согрешает, он что-то теряет. Он теряет связь с Богом. То есть это окрова, значит пожертвовать, что-то отдать. С другой стороны, слово корбан, это переводится от слова коров. То есть человек должен был приблизиться к Богу. То есть если человек не делал исповедания никакого, если он не менял своих поступков, то эта жертва была напрасной. И, например, то, что происходило в Йом-Кипур. Если первосвященник, который приносил определенную жертву, если он не был готов, если он был нечистый, то он просто умирал в святом святых. Если народ как-то грешил и не менял своих поступков, то жертва, которую приносил первосвященник, просто Богом не принималась. То есть были такие моменты, что жертва не принималась, Бог отказывался от нее, и кровь этой жертвы не покрывала греха. Поэтому было очень важно не просто принести жертву, и чтобы кровь пролилась, но чтобы было внутреннее искупление у человека. То есть чтобы он покаялся, понял, что он сделал неправильно, осознал свои грехи. И вот оттуда вот эта корень, когда Господь говорит, именно кровь, она покрывает твой грех, и она тебя балансирует, возвращает тебя в начальное, скажем так, чистое состояние. Это первое о искуплении. Это то, что сделал для нас Ишуа. Его кровь пролилась, чтобы восстановить нас. С другой стороны, мы спрашиваем, а что значит искупил или заплатил за нас? И правильно человек говорит, кому заплатил, кто принял эту жертву, кто принял этот платеж. И здесь есть разные теории. Если мы посмотрим на Бога, который дал определенную заповедь, и мы ее не выполнили, то мы своего рода как будто сели в тюрьму. Мы получили наказание. И вот приходит Машиах, приходит Ишуа, который говорит, я буду сидеть в этой тюрьме вместо вас, я готов понести наказание вместо вас. И он заходит в эту тюрьму вместо нас, или просто принимает наказание вместо нас, Господь изливает на него свой гнев, а мы остаемся в стороне. Тогда можно сказать, что вот Господь излил свой гнев, Он нас засадил, и Он как бы принимает эту искупительную жертву. Вот такая теория, она более христианского понимания. Есть другая теория. Если не Бог принял эту жертву, тогда, наверное, дьявол. Как он является отцом греха, и Ишуа становится жертвою за этот грех, то это как будто откупается человек вот этой его жертвой Ишуа. То есть сатана получает свою плату, и человек выходит на свободу. Это вот такие вот две теории. Но на самом деле, я думаю, когда мы говорим в иудаизме, рассматриваем с еврейским пониманием, мы просто видим, что все вот эти вот термины, которые использует апостол Павел, он основывается всегда на туре, и он основывается на танахе, на том, что он знал. И вот эти вот слова, которые я вначале сказал, «пада» — это значит «выкупил нас», или «гааль», они относились к определенным ситуациям, которые происходили в народе. Эти ситуации были следующие. Когда человек попадал в рабство, из-за того, что иногда суд мог его продать, из-за того, что он сделал что-то определенное, или он был не в состоянии, и он сам себя продавал в рабство, то используется потом слово «гааль», слово «гоэль» — «избавитель». То есть такого человека нужно было выкупить, нужно было вернуть назад. И это мог сделать ближайший родственник, либо сам тот человек, который продал себя в рабство. Если вы помните, Ишуа говорит евреям, он говорит, «если сын освободит вас, истинно свободны будете». Они говорят ему, «но мы никогда не были рабами никому, мы дети Авраама». Ишуа говорит, «всякий делающий грех есть раб греха». То есть это примерно то же самое, что когда человек согрешает, он попадает в рабство. Выкупить сам себя он не может из этого рабства, потому что он полностью находится в нем и не может получить освобождение. Поэтому его должен выкупить кто-то снаружи, должен выкупить его ближайший родственник. Написано, что «всякий, кто поверил в Ишуа», то есть тем самым мы становимся детьми Божьими. Он наш старший брат, он первенец. И он тот, который выкупает, то есть он Гоэль нас, каждого человека, который принимает его жертву. То есть вот эти вот слова, и Гоэль, и Пада, они больше относятся к рабу, которого продавали в жертву. И то есть тогда мы начинаем видеть картину совсем по-другому. Очень часто также используется слово Пада, когда Бог выкупает, скажем так, или спасает жизнь человека, именно его душу. И возвращает его, опять-таки, в настоящее, в нормальное состояние. Все вот эти вот слова, все эти три слова, они используются для того, чтобы понять, каким образом Бог возвращает нас в то состояние, которое было в самом-самом начале у Адама, когда он был чистый, непорочный. То есть своего рода происходит теку нулям, исправление мира, и есть определенные шаги, как это делается. То есть когда выкупляют человека, и он должен прийти в то состояние, в котором раньше находился. То есть раб, он выходил иногда на свободу через семь лет, иногда в юбилейный год, или если его кто-то мог выкупить. То есть он возвращался в то состояние, в котором он находился раньше. Он возвращался в свое наследие. То же самое происходит и с нами. Через Ишуа, через его жертву, у нас идет спасение души, и мы возвращаемся в то же самое состояние, которое было, приобретаем то же самое состояние, которое было у Адама. То есть это вот примерно вот такая вот картина. Нужно, наверное, еще просто понимать отличие римского права, в котором мы привыкли жить, когда есть определенная плата за что-то, когда есть наказание за что-то. И вот этого вот иудейского права, когда более речь идет о равновесии, о том, чтобы что-то одно уравновесило, что-то другое, чтобы наступил баланс, наступила какая-то такая вот... Ну и человек спрашивает здесь еще вопрос насчет фразы «свершилось», которую сказал Машех. На самом ли деле это вот уплачено, можно трактовать? По идее, там используется на иврите слово, которое звучит как «нишлам». Это больше переводится именно как «все совершилось, все пришло в полноту». Завершено. И шалом, здесь же тот же корень как шалом, да? Корень, да. То есть это и шалом, и заплатить. Шаля, целостность. Но само слово, которое там используется, по крайней мере на иврите, я даже думаю, что на греческом, я не знаю, как оно там точно звучит, но перевод, что это «завершено». То есть все пришло к завершению, то есть дело закончилось, которое Ишо должен был выполнить. То есть я не думаю, что это можно в том контексте, как оно там стоит, перевести как «уплачено». Спрашивает Елизавета Эстер, ну в комментарии к предыдущей теме, она комментирует, но ведь Бог же не принимает человеческих жертв. Ну я думаю, что теперь уже понятно, что речь не шла о человеческой жертве. Я хочу тоже это немного прокомментировать. В иудаизме мы видим следующую картину. Когда речь идет о городах-убежищах, то есть когда человек кого-то ненамеренно убил, у него было право убежать в город-убежище. И он там должен был оставаться, написано, до смерти первосвященника. И вот если подумать хорошо и прочитать более подробно, что там написано, то после того, как первосвященник умирал, то все люди, которые находились в разных городах, было несколько городов-убежища, то есть во всех городах они все выходили на свободу. И иудаизм, он говорит, что смерть праведника, смерть праведника, то есть человеческая жертва своего рода, она искупляла всех людей, которые согрешили. Согрешили убийством. То есть это был очень серьезный грех, пусть даже не преднамеренно, но человек считался убийцей. И каждый человек, он выходил на свободу, и он возвращался в свое прежнее состояние. То есть он возвращался в то место, где он жил, откуда он вышел. И это была прямая связь с Иешуа. Потому что Иешуа, он наш первосвященник, святой, из всех святых, которые только могут быть. И его смерть, она также искупляет, то есть его жертва, которая принесена, его смерть, она искупляет каждого человека во всем мире, неважно, где он находится, тот, который его принимает, и позволяет нам вернуться в наше прежнее состояние. Что я имею в виду подрежнее состояние? Это опять-таки начальное состояние Адама. Идеально. То есть тот Адам, которым он был запланирован изначально Творцом. Такой вопрос задает нам Штефко Биялас. Насколько я прошу прощения, если я кого-то произношу неправильно, но как вот вы регистрируетесь в сети. Пишет, я немножко попытаюсь адаптировать на русский, очевидно, человек нерусскоязычный тоже. Спрашивает, шалом, можно ли принимать трапезу Господню самим, имеется в виду, я так понимаю, не в общении, если нет возможности идти на общение с другими? Вот немножко офф топик, но тем не менее. Я думаю, что можно, нету в этом никакой проблемы. То есть главное, чтобы человек понимал, что он делает, и что это для него значит. Вообще как? Есть какое отношение в мессианском иудаизме к Евхаристии, к трапезе Господней? Ведь мы все понимаем, что изначально в первом веке это был просто ужин, за которым люди общались, и не было какого-то особенного ритуала. Ну а потом возникают уже учения о преосуществлении и так далее, что вот кровь на самом деле становится, вино становится кровью, хлеб плотью. Да вот недавно как раз римокатолическая церковь, если я не ошибаюсь, заявила, что с глютеном можно считать или нельзя считать плотью Христовой. А как мессианский иудаизм относится вообще к таинству? Считает ли вообще таинством причастия Евхаристии? Во-первых, хочу сказать, что у нас в Хайском теологическом институте есть целых две лекции на эту тему, очень глубокие лекции, с еврейской стороны, с христианской стороны. И каждому человеку советую, может быть, обратиться к администратору, может быть, возможность как-то это просмотреть. По-моему, может быть, даже это бесплатные лекции. Попробуйте обратиться. Но вкратце скажу так. То есть изначально, когда Ишуа проводил вот эту вот трапезу, это был Песох. И всё, что там делалось, это то, что делается на Песох. Он говорит, так поступайте в моё воспоминание. И я думаю, что многие изначально... То есть по-разному на это можно посмотреть. Когда мы читаем, например, в Писании, что написано, собирались по домам и преломляли хлеб, я не думаю, моё личное мнение, что это они делали хлебопреломление. То есть, скорее всего, это был просто ужин, как ты сказал. А для хлебопреломления было определённое время. Может быть, они так поступали только, когда проводили Песох. Каждый раз, когда они пили, обычно говорят, что это третья чаша, которая поднимается на Песох из четырёх часов вина. Именно она символизировала вот это вот искупление. Потому что все чаши четыре, они являются чашами спасения. И именно вот ту чашу, которую поднял Ишуа и говорил о завете в его в крови, это считается третья чаша. И возможно, возможно, первые верующие, то, что делали, они собирались раз в год, и на Песох именно они делали тот же обряд, когда праздновали Песох и вспоминали о жертве Ишуа. Может быть, со временем это стало по-другому. И я не вижу как бы никакого препятствия делать это раз в неделю или два раза в неделю. То есть нету никакого ограничения. С каким коллективом? Дома, в присутствии первосвященников или в отсутствии епископов? Важно просто понять, что даже то, что Ишуа делал, это тоже было не на пустом месте. То есть в иудаизме всегда использовалось вино и хлеб, когда заключался какой-либо завет. Это то, что Ишуа делает. Он обновляет с нами завет, новый завет. И поэтому каждый раз в иудаизме такое происходило, когда человек садился, и когда он даже ужинал, то есть часто было на столе вино и хлеб, это говорило о том, что люди, которые сидят за одним столом, они как бы становятся причастными друг к другу, они становятся одним целым. из одной чаши из пив, одного хлеба вкусив. Ну и Надежда Скрипник спрашивает по этому поводу, какая есть причина не допустить человека к принятию чаши Господней? Практикуется ли у нас в общине такое? Естественно, я думаю, практикуется, и я думаю, в каждой общине может быть, есть какие-то свои границы, но могу сказать свое мнение, то, что мы обычно говорим, что если человек допустил какой-то грех, если он находится в какой-то определенной проблеме, и он не хочет ее решать, именно намеренно не хочет, то такому человеку недозволительно и не стоит приходить и делать хлебопреломление. Если человек допустил какой-то грех, и он понимает, он раскаивается, может быть, у него нет даже возможности сейчас попросить прощения у другого человека, но он может это сделать хотя бы перед Богом, то ему стоит подойти и сделать. Бывает другая ситуация, когда человек также находится в каком-то грехе, он осознает, что это плохо, и он прикладывает все усилия, чтобы так больше не поступать, он может прийти и выпить чашу, потому что написано, что это кровь для искупления грехов ваших. То есть я думаю, что иногда вот эта вот чаша хлебопреломления, она может дать такому человеку определенные силы, чтобы преодолеть тот грех, в котором он находится. Ну и вообще, наверное, нам стоит помнить о том, что община — это не место для святых, святые на небесах. Как раз-таки для нас, простых людей, которым всем в чем-то да нужно каяться. К сожалению, в современном мире мы часто указываем на явные грехи других людей, действительно мерзкие, противные грехи, но не замечаем наши любимые маленькие грешки, которые где-то там живут, к сожалению, еще во всех нас, но потому и есть кровь Ешуа. Робертс Гассунс задает такой вопрос общий, ну, наверное, разумный. Здравствуйте, как вы думаете, какая роль у мессианских неевреев? Что они должны делать в общем? Роль у мессианских евреев, у не мессианских евреев? Нет, мессианских неевреев. Мессианских неевреев. Я так понимаю, это те, ну, насколько я понял вопрос. То есть это верующие в Ешуа, но они неевреи? Верующие в Ешуа, которые, очевидно, ходят в мессианское собрание, но не считают себя евреями. Ну, так немного. Когда мы читаем Павла, он говорит, то есть, ну, можно, в принципе, под эту категорию людей объединить всех верующих неевреев. Он говорит, что вы должны возбудить ревность среди евреев. И я думаю, что это одна из главных ролей каждого человека, который нееврей, что своей жизнью, своим свидетельством он должен показывать любовь к Богу, любовь к еврейскому народу, чтобы у евреев возгорелась вот эта вот ревность, когда рядом с ним, может быть, в окружении находится человек, который еврей, но он не верующий, он не знает мессию. И он может посмотреть и увидеть любовь этого человека, его дела, его поступки. Тем самым он может прийти к вере в Ешуа. Это, я думаю, одна из главных ролей. Вторая, не знаю, какая из них на первом месте, какая на втором, я думаю, это помочь, они связаны, эти две роли, то есть помочь еврейскому народу, помочь продвигаться не только вне государства Израиля, но и в самом Израиле, то есть каким-то образом поддерживать Израиль, чтобы вера среди евреев, она могла распространяться и могла доходить до каждого еврея. То есть, другими словами, любой настоящий христианин должен быть по сути своей сионистом. Да. Вот вопрос такой звучит, от наших зрителей звучал уже раньше. Недавно, отвечая на вопросы, ты рассуждал о Каине и Авеле, змеи и игре слов на еврите. Расскажи нашим зрителям более подробно об этом. Ну, там речь шла не совсем о Каине и Авеле, речь шла о том, что написано про Адама и Хаву, что они были арумим, то есть они были наги. И потом, когда глава начинается про змея, там тоже написано, что змей был тоже арум, но вот этот вот глагол, вот это слово, корень этот, он имеет два значения, что арум это можно перевести как наг, а можно перевести как хитрый. То есть хитрый именно вот с целью сделать что-то такое злое. И вот именно происходит вот эта вот игра слов, и в конце мы видим, что изначально они были наги, и можно посмотреть, что как будто они были чисты, их можно было видеть насквозь, и после грехопадения они закрываются, и видно изменения как бы в их природе. Вообще, насколько тебе добавило грани понимания Писания, знания иврита? Очень много, очень много. Ведь много слов говорящих, много вещей в Писании, которые мы просто проскакиваем, проходим мимо, да даже те же перечисления имен, которые на самом деле имеют значение, не так ли? Абсолютно верно, и я скажу честно, то есть я не всегда читаю Писание сразу на иврите, то есть я иногда читаю на русском, потом читаю на иврите, то есть бывает по-разному, и каждый раз находишь что-то новое, вдруг иногда какое-то слово, ты начинаешь видеть и понимать по-другому совсем целое предложение, иногда всю историю, которая происходит, бывает даже вот такое вот сильное изменение, и когда ты видишь просто все под другим углом. Поэтому значение, еврейское значение, то есть определенных слов, оно имеет глубокий смысл. А можешь вот на вскидку какой-нибудь такой пример яркий нашим зрителям привести какого-то места из Писания, которое традиционно понимается одним образом, а если человек знает иврит, то вот он может увидеть совершенно с другой точки зрения. Ну это вот из примеров, то что я приводил только что недавно про слово «корбан», про жертву, что можно посмотреть, что ты не только жертвуешь, но ты приближаешься к Богу, и тогда значение также совсем меняется. Равно как и грех, да, хет, то есть попасть мимо цели, отдалиться. Совершенно верно. Весь вопрос в отдалении и приближении. То же самое, например, слово «тора», мы все время говорим «тора, тура, тура», что это такое? Но «тора» больше переводится как «учение», «тора» вообще значение, слово «торы» — это попасть в цель. Поэтому тогда понимание совсем меняется. Это не просто какой-то закон, а когда ты должен идти по определенному направлению, которое тебе показал Господь. Для определенной цели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!